Доброе утро, друзья! Вы на Гамма Раша! Меня зовут Ваня, я рисую на канале Бакит. Вставьте мне лайки, я очень рад, когда лайки, я вижу сердечки прямо и хочу вам похлопать. А сейчас мы рисуем бабу-ягу. Бабу-ягу по-настоящему день Ван Купалы, ночь Ван Купалы. У нас есть гуашь, гуашь у меня мультики 12 цветов в гамму. Мне кажется, это идеальный гуашь для рисования. Мочим кисточку, кисточку лучше широкую взять, вот такую вот, широкую, широкую, плоскую. Мочим и рисуем. А что рисуем? Бабу-ягу. Какая она? Какая она? Большая, страшная? Может быть. Я надеюсь, что она не будет страшной, а будет просто большая. Рисуем портрет бабу-ягу, вот так вот, портрет. Голова. И закрашиваем светло-коричневым. Можно добавить немножко белого, и все это перемешать. И будет классно сразу получится, что такой телесный цвет, светло-коричневый, и мешаем с белым. Получается телесный цвет. У бабу-ягу может нос большой быть? Может быть, я не знаю, но обычно у нее крючком нос. Я его так и рисую крючком. Ну, такая как картошка такая торчит. Бабу-яга, привет, я тут. Что у нее есть? У нее есть тело и руки. Руки можно так нарисовать. Вот тут руки нарисовать. Ага, руки. Так, вот этим же цветом, чтобы не экспериментировать. Спасибо, да. Вот так вот, раз-раз-раз, здесь руки будут, а здесь тело. Мы рисуем портрет бабу-яги. У нее будет тело. Тело будет голубым, потому что она носит, к примеру, фартук. Фартук уже она носит. Мне кажется, бабу-яга такая домохозяйка в рисунках и в сказках всяких. Она дома, следит за избушкой. Избушка туда, избушка сюда. Это ее фартук. Фартук можно синим, можно голубым. Я сначала голубым сделал таким, светло-синим, а теперь добавил синего посильнее и получился такой вот. Сверху можно добавить и голубей такой, белый. Добавлю голубой, он размоется, белый. И получается такая вот просто-просто у тебя все получится. Если рисуешь на ютубе, то прям ставь на паузу, если не успеваешь. А если догоняешь на инстаграм, то я вот такие перерывы делаю, когда я болтаю, а ты хочешь разокрашиваешь. Очень сочные рисуночки, мне нравятся. Классно получается. Теперь беру еще фиолетовый. Фиолетовый так редко используется, и я рисую его здесь. Смотри, у нее есть плечи. Здесь у нее же воротничок у бабы-яги, а здесь плечи. Такие могучие плечи. И руки сюда. Здесь у нее тело. Кофточка, кофточка очень красивая. Баба-яга, она такая на самом деле модница. В новом мультике, который я видел, там принцессы, кажется, там она такая злодюка такая, немножко портит все. Мне нравится, когда баба-яга такая вроде добрая, что ли. Вроде она не всегда злая, помогает, там моет ребят, они ходят. Ну, иногда, конечно, бывает и срывается. Тело рисовали. Вот тело и руки. Дальше. Рисуем, рисуем, рисуем. Гуашью сегодня и акварелькой порисуем, и простой акварелькой, и сложной акварелькой. Что еще у бабы-яги есть? У бабы-яги есть платок. Обязательно платок красный. Мне нравится классный цвет. Платок красный тоже классный. Вот сюда так раз, раз. Обведем ее всю бабы-ягу вот так. И она такая в платке. Такая платочная бабушка. Красный цвет и здесь нарисуем вот так. Раз, возьмем, смоем. Вот здесь аккуратно надо делать, потому что гуашь еще не высохла, а мы по верху красим мазками. Это значит, берем пожирнее вот так. Раз. Опять красного. Два. И получается, все здорово у нас получилось. Здесь такой вот платок. Вот сюда он идет. Платок здоровский. Чтобы он был как настоящий, просто идеально настоящий. И я баба-яга веселая, да веселая, смеются над бабой-ягой. Не смейтесь. Не смейтесь. Это наше будущее баба-яга. Рисуем точечки. Зато рисунок очень простой. Да и баба-яга мне нравится. Персонаж отменный просто. Ни у кого таких нет персонажей на других народах. Только у нас баба-яга. Она всем известная. И в общем она классная. Одна из таких супер-супер-суперстар наших супергероев. Везде белые точки нарисовали. Смываем кисточку и берем черный цвет или коричневый. Лучше сначала взять коричневый, потом черный. Опять-таки, пока вы рисуете со мной, я повторю, что субботник проходит по субботам. Легко это запомнить. Рисуем волосы теперь коричневые. Вот так вот раз-раз-раз в разные стороны. И она такая волосатая. На самом деле она не очень причесывается. Вроде как-то там. У нее не зеркало. Никто не подарил зеркало бабе-яге. Она из зеркала ходит и мучается. А если бы у нее было зеркало, она бы была самой красивой на свете девушкой. Потому что бабе-яга это значит, что молодая девушка. Молодая баба, но молодая. Бабе-яга. И потом недавно как-то у нас был субботник по поводу бабе-яги. Но только немецкой бабе-яги. Такой колдуни. И она там была маленькая бабе-яга. 127 лет. А теперь черного добавляю. И вот так вот волосики. Постарайся волосики сделать в разные стороны, чтобы они торчали, но были очень кривые и мелкие. Вот прям не причесана бабе-яга не причесана. Вот такая бабе-яга. Отлично. Что еще у бабе-яги есть? Глаза есть? Глаза есть. Обязательно смывайте кисточку тщательно, чтобы она была чистая. Потому что сейчас мы будем брать белый цвет. Уже высохло наше бабе-яга лицо вот здесь. И сюда добавим белого цвета. Раз белый цвет. Не очень жирно. И два белый цвет. Не очень жирно. Так вот средний. Отлично. Мухоморы здесь нарисовать можно. Но я не буду сейчас. Мне кажется, мухоморы лишнее для бабе-яги. Такая бабе-яга на ночь Ивана Купала решила покупаться. Покупаться. Пока еще она не пошла мыться. Помыться надо. Помыться. Что делать на ночь Ивана Купала? Обычно люди купаются, добавляют ей зеленый цвет в глаза. Купаются ночью или на закате. Или на заре, как сказать. На заре. Днем могут в бане, в речках купаются. После этого прыгают через костры. Это отдельно. Дойти не надо. Не буду рассказывать. Прыгать через костры. Потом меня это критикуют. Не то скажешь. Ой-ой-ой. Но все-таки как-то такой обычай был. Вот такая бабе-яга. Черным. Зрачки. 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 Красивая. Милая. Голубо-красным. Красным. Я думаю ротик. Вот такой ротик. Сначала черным. Чуть-чуть черно-красным. Опять набираем кисточку. Чистая была. Мне трудно добиться чистого цвета сейчас. Но попробуем. Вот она чистая. Вот она чистая. Отличная бабе-яга. Добрая. Добрая. Бабе-яга добрая. Ребят, запомните. Мультики нам показывают не всю правду. Бабе-яга в сказках иногда добрая помогает. Вот такая бабе-яга. Нос, конечно, у нее что-то такой большой. Точечки поставим. Ну и потом немножко нарисуем точечек. Все-таки она такая, что ли, как сказать, морщинистая. Бабе-яга же все-таки бабка. Здесь пальчики. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Ну такая вот такая суперская баба-яга. Пишите комментарии. Я отвечаю на комментарии. Если у вас есть какие-то пожелания по поводу того, что мы рисуем, обязательно пишите. Здесь у нее заплатки. Магазин давно не ходила, не покупала новой одежды. Нету, нету у них скидок в магазинах и бонусных программ у баба-яги в лесу. Такая баба-яга. Рисуем ночь или день. Не знаю. Спрашивают, да. Ну я не знаю, ночь или день. Давайте нарисуем, какая красивая. Да, я очень люблю баба-ягу. Давайте нарисуем ночь. Все-таки ночь. А вот уже потом, когда мы нарисовали баба-ягу, можно рисовать синим цветом темное небо. Почему я рисую потом фон? Настоящий художник бы нарисовал сначала фон, баба-ягу, все потом прорисовал. Я думаю, детям лучше рисовать именно вот таким образом. Когда они рисуют объект. Нарисовали объект, после этого добавили какие-то еще моменты. И получился у нас баба-яга. Мы не стараемся рисовать как художники и думать как художники. Мы стараемся рисовать как дети. Я так стараюсь рисовать. Смываем кисточку. Больше синего. Да, баба-яга такая будет классная. Отменная баба-яга получилась. Надо сказать, что рисунок я нашел. Похожий портрет нашел на гугле. На гугле, на гуглил. Похожая баба-яга есть. Но у меня немножко по-другому получилось. Так что если вы будете рисовать, у вас наверняка по-своему получится. Хотел бы посмотреть на ваших бабок-ежек. Интересно мне очень посмотреть на ваших бабки-ежек. У-у-у, баба-яга такая вот почти ночь. Смываем кисточку обязательно, чтобы была чистая. А после этого берем несколько точечек, ставим белой краской. Вот так вот. Раз, раз, раз. Побольше и разным способом. Везде так. Раз, 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 раз. Вот так делать не будем, а то все грязное будет. Сейчас брызги делать не будем. Просто потыкаем, потыкаем. И у нас получится классная баба-яга. Классная баба-яга сегодня рисуем на тему Ивана Попалы. Русские народные мифы, может быть, какие-то сказки. Какие-то мифология, наверное, может быть, что-то связанное. Баба-яга такая известная подруга нашего детства. Что дальше будем рисовать? Дальше рисовать будем чем-то другим. И, наверное, будем рисовать жар-птицу. Классная идея нарисовать жар-птицу. Всем, кто рисует на Ютубе, приходите на Гамма Раша в Инстаграм. И на Рыбакит в Инстаграм тоже есть. Так что всем хорошего рисования.